Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30 сентября. Память святого Михаила, митрополита Киевского, из сия Руси, чудотворца. В книжении Великого Князя Российского Владимира Святославовича, 980-1015 год. На богохранимой земле русской исполнилось древнее пророчество первозванного ученика Христова, святого Андрея Апостола. На горах Киевских воссияла благодать Божия, и земля русская, прежде покрыта тьмою идолослужения, просветилась божественным крещением. Первым пастырем нового юного стада Христова явился святой Михаил, коего церковь российская, венчая похвальными песнопениями, прославляет как первого во своих иерархах избранного сосуда Божия, просветившего землю российскую святым крещением и своим учением настаившего ее в богоразумию. Вместе со святым князем Владимиром он искоренил в ней тернии языческого нечестия, положив тем твердое начало исполнению древнего пророчества святого Андрея Первозванного и непоколебимые основания к завершении этого пророчества в непосредственное после своих апостольских трудов время. По принятию веры христианской и святого крещения в завоеванном им греческом городе Корсуни, великий князь Владимир Святославович тогда же соседался браком с прибывшей туда греческую царевну Анною, сестрой византийских императоров Василия и Константина. После того он отправил послов в Константинополь к патриарху с просьбой о благословении его как нового члена святой церкви, о молитвах за него и вместе с тем с сугубой просьбой о том, чтобы святейший патриарх прислал к нему премудрого учителя и избранного архиерея, который бы мог быть опытным и благоразумным архипастырем земли русской, как для утверждения и научения его в истинных веры и благочестия христианского, так и для просвещения его сыновей и великого множества неверующего народа великой его державы. Патриарх, получив послание князя Владимира, очень возрадовался, прославил Бога за его неизреченные щедроты и промышления о распространении святой веры среди неверных и поспешил собрать освященный собор для избрания первосвятителя омраченной языческим неверием обширной стране российской. Удостоенным этого высокого избрания оказался святой Михаил Сирийц по происхождению. По другим летописным известен святой митрополит Михаил был родом болгарин. То был муж весьма учительный в проповедовании Слова Божия и глубоко просвещенный, высокий по своей святой жизни и соединявший по своим смиренно мудрям со своим и кротостью принадлежащую отеческую строгость к вверенным его попечению словесным овцам стада Христова. Прияв на себя тяжелое бремя апостольского служения в Великой земле русской, омраченной тогда идольским зловерием, и получив от патриарха довольное наставление, блаженный Михаил немедленно отправился к князю Владимиру в Корсунь. В вести с ним были посланы еще шесть епископов, множество присвятеров и иных церковного притча людей. Когда святитель прибыл в Корсунь, благоверный князь с честью встретил его, и приняв от него благословение, долго беседовал с ним, и от того времени оказывал ему всегда свою сыновнюю любовь и внимание. Поставив по благословению отца своего духовного святого митрополита Михаила церковь среди Корсуни и возвратив город к грекам, князь Владимир со своей супругой вместе с митрополитом Михаилом и прибывшими с ним епископами, священниками, диаконами и клириками из славян направился в свой стольный город Киев. При этом он взял с собой по благословению митрополита, находившиеся в Корсуни мощи святого апостола Климента и ученика его Фива. По прибытии в Киев митрополит Михаил, видя в нововверенной ему пасте множество обращающихся от языческого суеверия к истинному Богу, как добрый пастырь Христов радовался духом об умножении своего стада. Первым делом святого князя и митрополита было истребление идолов и крещение киевлян, и немедленно же святитель, согласно желанию князя Владимира, поспешил прежде всего крестить сам сыновей его и довольно научил их истинной вере Христовой. Малолетние сыновья Владимира были крещены митрополитом Михаилом в одном источнике, который доселе известен в Киеве под именем Крещатика. Этот источник впадал в глубокую прежде речку Почайну, которая, в свою очередь, впадала здесь же, в Днепр. Это место из древней считается святым местом, и здесь же потом было совершено в преподении Почайны в Днепр крещение киевлян. Вместе с ними крестились и многие бояре. После того великий князь вместе со святым Михаилом, епископами, пресвятерами, новопросвещенными сыновьями своими и боярами составили совет о крещении не только киевлян, но и всего русского народа. И о ревностном проповедании среди него Слово Божие. Собрали множество народа, и святой Михаил и великий князь обратились к нему с отеческим поучением, открывая ему истину веры Христовой и тщету идольского злочестия. Народ же смиренно внимал словам их с верою, и все с радостью обещались креститься. По всему городу было оповещено повеление князя, чтобы все киевляне без изъятия, не исключая жен и детей, на другой день собрались на Днепровский берег для принятия крещения. По наступлению назначенного дня святитель Михаил вместе с другими шестью епископами, священниками, диаконами и другими клириками, в присутствии самого великого князя Владимира и его новопросвещенных сыновей и бояр, торжественно совершил святое крещение над всеми киевлянами, и славный древнепрестовный город Киев осияла божественная благодать Христова. Крещение киевлян было в 988 году, как полагают некоторые, 1 августа. После этого благоверный князь Владимир по наставлению и благословению митрополита Михаила заложил в Киеве Десятинскую церковь в честь Пресвятой Богородицы и повелел воздвигать Церкви Божьей по другим городам и селениям своей державы. Святитель же Михаил вместе с другими епископами поставил Иереев ко всем церквам. И так благодатью Божию число христианских учителей и пастырей умножилось, и вера все более преуспевала и процветала в земле русской, сияя как солнце. Митрополит Михаил, как свидетельствуют некоторые, на одном из холмов киевских близместа, где прежде стоял идол Перуна, положил основание Михайловскому монастырю в честь Архистратига Божия Михаила и воззнаменование того, что сей воевода сил небесных есть победитель дьявола, державшего прежде русскую страну во тьме языческой. Монастырь населили иноки, прибывшие с митрополитом из Константинополя. Перун – это главное божество восточных славян, бог грома и молнии, считавшийся творцом и производителем всего живого и существующего, и в то же время божеством грозным и карающим. Основание Киева-Золотовершовско-Михайловского монастыря приписывает Михаил I митрополиту Киевскому и всей Руси древнее предание. В борьбе с языческим нечестью святитель Михаил проявил особенную апостольскую ревность о славе имени Божия в истреблении идолов и идольских жертвенников. Тотчас же покрещение киевлян, возблагодарив Бога и помолившись, да призрит он на новокрещенных людей своих, утвердит их в православной вере и прославит в странах российских имя свое святое, святитель обратился с усердной мольбою к великому князю, дабы повелел он немедленно сокрушать идолов и разрушать до основания их жертвенники и кумиры. Святитель показал при этом великую благодатную силу и уязвил сильной горестью бесов. Когда сокрушали и влачили для потопления идолов, то повыражение церковных песнопений бесы, поражаемые невидимыми ранами от Бога, посылаемыми горького пиявия, одной ли силой креста и крестного знамения, святитель сокрушал идолов, распадавшихся со крестом, святителю предгрядущую. Даже закоренелые в своем идолочести язычники, изумленные таковыми чудесами, познавали свои заблуждения, прославляли единого истинного Бога и обращались к святой вере Христовой. Так святой Михаил в своих действиях уподобился те заименитому ему архистративу Божию Михаилу. Ибо как тот не зверг с неба дьявола, так и этот святитель отогнал дьявола от русской страны, прежде служившие ему в своем идолопоклонении. Подвигаемые святой ревностью, доблестные просветители земли русской, святые князь Владимир и митрополит Михаил, через два года по крещению киевлян предприняли апостольские путешествия для просвещения других отдаленных стран земли русской. Так в 990 году великий князь с двумя епископами ходил с этой целью в Суздальскую землю, которая и была просвещена святым крещением. Вслед за тем подобное путешествие предпринял святитель Михаил в Великий Новгород, куда его сопровождали шесть епископов, дядя князя Владимира Добрыня со своими дружинниками и Анастас Корсунянин. В честь в Великий Новгород святитель Божий и его сотрудники разрушили идолов и их жертвенники, многих из новгородцев крестили, возникли церкви и поставили пресвятеров по городам и селам Новгородской области. Преподав благословение и наставление новопросвещенному святым крещением народу и новопоставленным пастырем, святитель с Анастасом и Добрыней возвратился в Киев. Услышав о таких успехах веры Христовой в русской земле, греческие цари прислали к великому князю Владимиру и митрополиту Михаилу послов с изъявлением своей радости и любви. После этого святитель Божий, труды к трудам прилагая, продолжал обходить с евангелевской проповедью землю русскую. С четырьмя епископами, Анастасом, Корсюнянином и Добрыней достиг он ростовской земли. И здесь учили они народ, веривая единого Бога в Троицы славимого, наставляли ростовских жителей в законе Господнем и благочестии христианском, крестили множество людей, воздвигали церкви и ставили пресвятеров и диканов. Благоустроив все, проповедники веры Христовой возблагодарили Бога горячей молитвой и постом, и предали новообращенных христиан воли Господа, в коего те уверовали. Но ревность обоих просветителей, раноапостольного князя Владимира и святителя Михаила, не ограничивалась заботой о просвещении веры христианской только русских людей. По благословению митрополита Михаила, великий князь восхотел, чтобы православная христианская вера была проповедана среди болгар-магометан, живших по реке Волги, и послал туда некоего ученого-проповедника Марка. Магометане не вняли слово его, даже глумились над ним и ругались, но некоторые с участием и радостью слушали его, а потом пришли в Киев и крестились. Вслед за тем пришел в Киев Печенежский князь Кучук для крещения. Так росла и умножалась вера Христова на Руси и соседственных с ней неверных странах. Между тем, великий подвиг святителя Михаила завершался. Он добре пас снова в возросшую Христову церковь в русской земле. Всего только четыре года. Утвердив словесных своих овец в вере Христовой святой митрополит Михаил в лето от Рождества Христова 992-е с миром приставился в вечные и блаженные обители. Великий князь Владимир глубоко был опечален его кончиною, так что все бояре, епископы, приближенные к нему, лица могли его едва утешить. Тело святителя было сподобающее чести погребено в Десятинной церкви. Но Господь и здесь, на земле, не дал праведному своему видеть истление. В начале XII века мощи его были обретены нетленными и перенесены в пещеру преподобного Антония, откуда в 1730 году изволением благочестивейшей императрицы Анны Иоанновны перенесены в Великую Успенскую церковь Киево-Печорской лавры. Здесь и ныне всей святитель земли русской, возродившей ее к новой благодатной жизни святым крещением, почивает нетленным своим телом, душою же своей, обитая в небесных обителях и предстоя у престола Всевышнего, молится прилежно, Да сподобимся и мы узреть свет не вечерний в царстве Христовом и приять от Христа Бога великую милость и мужество с Отцом и Святым Духом честь, слава, благодарение и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.